20 сентября состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Ульяновской области. В день официального выхода с летних каникул депутатам предстояло проголосовать по 27 вопросам, касающимся самых разных тем, начиная с технических правок закона об областной Красной книге и заканчивая повышением налоговых ставок на льковые автомобили. Но несмотря на большое количество вопросов, голосование проходило без бурных премий, кроме последнего, которое касалось строительства цементного завода в Теренгульском районе. Фактически зал ЗСО стал площадкой, где смогли высказаться и представители власти, и те из жителей, кто настроены к строительству скептически. Хотя заседание имело все шансы стать местом горячих споров. Все потому, что руководитель общественного движения села Подкуровка за благотворительную экологическую среду Надежда Родионова приехать на заседание не смогла, как объяснил депутат от КПРФ Айрат Гебадинов, по состоянию здоровья. Хотя ведущий специалист аппарата ЗСО, почетный гражданин Ульяновской области Анатолий Самойлов с его словами не согласился. Мне вчера пришлось такую миссию выполнить по поручению Виктора Петровича. Мне вручили вот это письмо, которое гласит, я не буду зачитывать за неимением времени, на Родионову Надежду Ивановну. Я с ней согласовал, приехал и стал с ней вести диалог. Суть вопроса диалога о той обстановке, которая связана с обсуждением данного вопроса. Нормальные люди были, хорошо мы побеседовали. И вдруг появляется, зачитаю, Чатинян, чтобы не ошибиться, записал. И как будто все, обстановка изменилась. Он ими управляет. Начался вот такой же вот гвал, шум и так далее. Он берет, товарищ Чатинян, Анатолий Александрович, у вас на столе лежит отказ Надежды Ивановны. Он берет, и самое главное, вот это бланк депутата, он берет демонстративно, ревет, это все и выбрасывает. Собственно, Нэри Чатинян, известный как самый ярый противник строительства цемзавода, был предложен в качестве замены Надежды Родионовой. И тут мнения разделились. Кто-то, как, например, Анатолий Бакаев, был против присутствия Чатинян на свидании. А кто-то, в том числе, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин или депутат от ЛДПР Дмитрий Грачев, были за. В глаза посмотри, человеку сказать, рвал или не рвал. Все, от этого лично будет зависеть мое мнение к его дальнейшим каким-то словам. Лично мое будет зависеть мнение. В итоге было решено провести голосование, результаты которого показали. Две трети депутатов не желали видеть Нэрия Вегеновича в зале ЗСО. Возможно, именно это позволило пройти обсуждение вопроса, посвященного строительству завода в довольно сдержанной обстановке. А выступление представительницы подкуровского движения Валентина Вичкутовой, хоть и было довольно эмоциональным, но носило конструктивный характер. У людей нет веры власти. Вот это, наверное, самая главная здесь проблема у населения. И вы должны с этим, наверное, согласиться, может быть, в большей мере, чем все остальное, и понять этих людей. Ведь, по большому счету, они тоже не против. Вот они хотят быть уверены в том, что им не страшно будет там жить. В свою очередь, представители областной власти и общественности постарались в спокойной обстановке донести до собравшихся, что даже если завод и будет построен, то вреда окружающей среде он практически не принесет. Как пояснил Александр Смекалина, расстояние до ближайших населенных пунктов будет составлять от 5 километров до деревни Надеждина и до 9 километров от села Подкуровка. Это при том, что ныне действующие заводы в Новоульянске и Почелке Цемзавод находятся на расстоянии в километр и 700 метров от человеческого жилья. Не дальше километра находятся цементные заводы в городе Вольск Саратовской области и в Пензенской Усть-Индии. При этом, по словам главы администрации Никольского района Пензенской области Людмилы Лилиной, их жители к Цемзаводу претензий не имеют. Ваш завод, он даже более технологичный, то есть вроде бы и наш молодой, но вот такие фильтры, которые стоят, они позволяют на сегодняшний день сохранить природу. Предприятия будут работать, конечно, оно будет ремонтироваться, будут меняться и фильтры те же самые, будут приобретаться. Поэтому здесь все взаимосвязано. На сегодняшний день никаких нареканий, особенно в сторону экологии от этого предприятия, мы не имеем. Озвученные Александром Смекалином расстояние по итогам заседания были законодательно зафиксированы для любого цементного завода, какой бы ни пришел на эту площадку. Председатель правительства подчеркнул, что китайская корпорация Конч до сих пор числится как один из вероятных инвесторов, потому что на разработку месторождения еще будет проводиться аукцион на федеральном уровне. Формат этого диалога, когда представители, как они говорят, протестующие против данного проекта, задавали конкретные вопросы. Диалог был достаточно конструктивный, и мы, я надеюсь, услышали друг друга, и мы согласились с этими доводами, которые были высказаны, и они услышали ответы на те вопросы. По большому счету, именно такая площадка-то и должна работать при рассмотрении такого проекта, потому что, к сожалению, нам в рамках многих других площадок не удавалось услышать друг друга. Либо формат не подходил, либо, соответственно, не было желания. Сегодня это желание было, и формат был абсолютно адекватный, абсолютно объективный. Осторонникам радикального протеста депутаты рекомендовали перестать воевать с ветряными мельницами, и если и высказывать претензии, то в связи с нарушением законодательства. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ульянская правда. Субтитры подогнал «Симон»